Что у нас сегодня интересного? Посмотрите, как здесь красиво! Вы посмотрите, какое чудо! Обалдеть! Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Ксюша. Я по-прежнему нахожусь в Турции, в регионе Кемер, поселке Чамнюва, в отеле White Lilium 5 звезд. Каждый день пребывания в этом отеле мне обходится 89 долларов. Друзья, сейчас мы с вами быстро бежим на ужин и пойдем гулять дальше. Поехали! Так, что у нас сегодня интересного, вкусного будет на ужин? Вам чуть-чуть обстановки в ленту? Так, как всегда, будем начинать обзор с летней площадки. Значит, перчик, куриная грудка на гриле, но здесь пусто. Вот, куриная грудка на гриле, жарится. Красота! Курочка-гриль. Так, побежали дальше. Покажу вам обстановку в ресторане. Покажу вам, что происходит сейчас в отеле White Lilium 5 звезд. Так, заходим. Значит, я всегда пробегаю мимо супчиков. Значит, томатный суп, такие его каленочки и овощной супчик. Также хлебобулочные изделия. И с левой стороны бар. В баре посуда здесь вся стекле. И работает этот бар во время обеда, завтрака и ужина только. Здравствуйте! Так, здесь у нас водичка, куриная с водичкой стоит. Потом автомат с сотами, кофе-машины. Так, ну, давайте начнем. Пока никого нету. Быстренько. Значит, по ассортименту. Так, возьми люк. Значит, это у нас что такое? Овощи. Это брокколи. Запеканка-картофель. Запеканка-картофель. Это как правильно называется блюдо? Равиоли. Вот, равиоли. Рыба в душевке. Крикавейки. Ой, ням-ням, крикавейки. Куриный рулетик аппетитный такой. И флоп. Ого! А это у нас что? Жареные картофель. Дальше у нас что? Фокшированный перец. Ага, это блюдо дублируется. Это, видимо, ожаренный картофель. Тоже дальше идет. Так, значит, дынка. Арбузик. Дынка и арбузик. По сладкому столу у нас что? По сладкому столу, пироженки. Аппетит на тортик тоже это выглядит. Кру пироженки дублируются, но, тем не менее, как убедите, их много. Здесь у нас, значит, овощи, салаты и зелень. Так, под кофе. В общем, все перечислять не буду. Быстренько пройдусь. Покажу вам ассортимент. Антируйцы. Йобурки. Нужно попробовать этот салат, если взять, с нёбурком. Он не похож на наши олигеты. Тут во многих отелях я вижу этот салат. Ну, в основном в пятизвездочных отелях. Так, ну и здесь, как вы видите, соус, кетчуп, майонез, оливки, перчик. Ну, и чуть-чуть вам обстановки покажу. Отель, конечно, под завязкой. Отель под завязкой у нас. Я присела, присела внутри ресторанья. Здесь, конечно, очень шумно. Шумгам. Так, сода, кола, рыбка, зелень. Значит, и вот эти вот два блюда, я не помню, как они называются. Это курочка с чем-то, это, как мне сказали, индейка. Индейка тоже с чем-то. В общем, приятного вам не аппетита и будем дальше с вами бежать. Так. Хочу выпить кофе. Кофе-машина грязная. Так, ладно. Несмотря на то, что вечер, хочу кофе. Привела меня дорога, конечно же, на пляж. Полюбоваться закатом, вечерним морем. Покажу вам наш участок от Lilium Light. Пять звёзд. Лежаки стягивают. Потому что в течение дня эти лежаки где-то аж тут. Друзья, как вам ужин? Делитесь в комментариях. Моё мнение, лично сугубо моё мнение, я не представляю, как на такое количество отдыхающих. Отель под завязку, вы видите, очень много, действительно, очень много, даже ещё, наверное, больше, чем в своё время в Локеанике было. Просто вот одним словом, под завязку. И вот буквально там 10-11 блюд, в каких они объёмах их готовят, я представить не могу. Ну, как вы видите, голодными вы однозначно не будете. Есть выбор мяса, пару видов. Есть рыбка, есть салаты. Есть также немного сладостей. Есть арбузик, дынька по фруктам. Всё. Ну, здесь есть тоже много плюсов. Это хорошие номера. Красивая территория. Она небольшая, но она красивая, зелёная, действительно. Место расположения, чем было. Вторая береговая линия. Если этот отель взять, в принципе, по хорошей цене, то для отдыха, ну, если ехать с хорошим настроением, да, вот брать с собой хорошее настроение, то, в принципе, отдых будет хороший. Покажу вам вечернюю обстановку, несмотря на то, что уже 9-й час. Вот 8 часов, 5 минут 9-й. Как вы видите, отдыхающие идти в отель не собираются. Действительно, очень много отдыхающих. Также очень много вижу в Локеанике отдыхающих. Локеаника. Ну, вы знаете, как-то даже вот эти два отеля... Я вообще не люблю сравнивать, конечно, да, но, коль они рядом стоят, вот, и если бы у меня стоял выбор, и они были бы в одну цену, да, хотя бы плюс-минус в одну цену, я выбрала бы Локеанику. Но плюс в копилочку, значит, White Lilium тем, что повар действительно готовит блюда хорошо. Их немного, их там сколько можно пересчитать на пальцах, там, вместе с курицей, там, может, 11, да, там, я не считаю фри и наггетсы, вот, 11 блюд, вот. Ну, они действительно все съедобные, они вкусные. Ковар готовит хорошо, за это спасибо. Так, буду пить свой кофе и наслаждаться атмосферой. Ой, класс. Море, конечно, ребят, компенсирует все, вот, правда. Приходишь на море, и оно компенсирует все. И недочеты отеля, и это питание, и, я не знаю, там, если кого не устраивает номер. Турецкая атмосфера, пройтись, прогуляться, прийти на море. Море штопорное молоко, море просто шикарное, море прозрачное. Вам чуть-чуть покажу обстановки по променаду. Эти зеленые пальмы подсвечиваются, туристы гуляют. Вот, наш бич-бар от отеля White Lilium, пять звезд. Обстановка по кайфу. Красота. Море так пахнет. Купаются в бассейне. Вот чем мне нравится Турция, реально. Ну, вот сейчас 8.20. Кстати, стемнело на глазах. Просто буквально вот за пять минут, там за пять-семь минут, просто стемнело на глазах. Вот, чем мне нравится Турция, это тем, что вот сейчас там 8.25, да, Стелла Хотел. Красивый отель. Дети купаются в этом, в бассейне. Полно детей. Вообще замечательно. Никаких проблем. Туристы купаются в море. Никаких проблем вообще. Проходим отель Синатру. Тоже интересный отель. Красивый. Караоке. Как вы поняли, мы вышли погулять совершенно рядом с отелем Light Lillium 5 звезд. Мы с вами уже и BIM нашли. Вот, я вам также рассказывала, где здесь есть А101, Micros, BIM тоже. Здесь два BIMа. Аптека. Здесь есть рядом. Давайте пройдемся. В какую сторону пойти? Наверное, пойдем прямо туда. О, этого парня уже нету с фруктами. Здесь стоял продавец. С фруктами нету. Здесь я покупала рахат луку. Так, ого, боже мой. Вы посмотрите. Так. Добрый вечер. Обувь. Здесь у нас 100 китов для детей вещи. Для детей вещи. Так, дальше у нас что? Ого! Здесь, конечно, прям целая шопинг улица. Обалдеть. Кожа меха. Вы посмотрите. Да, в Чан-Юла, конечно, тоже шопинг. В каждом поселке, в принципе, хватает шопинга. 99. Но все-таки в Кемер нужно обязательно съездить. В Кемере своя атмосфера. Я ее обожаю. Боже, какое уютное заведение. Бар. Сколько, интересно, здесь стоит мохито? Я так хочу мохито. Я скучила за мохито. Привет! Привет! Эй, как дела? Нормально. Скажите, сколько мохито у вас стоит? Мохито? Да. На, говори, что для меня? Интересно, что для вас стоит. Это сколько в долларах? Доллара. Примерно 10. Примерно 10? Примерно 9-10, да. Так, спасибо. Ах, на чему, и твои отверстики очень вкусно. Давай попробуем. Вот чемоданов сколько. Какие хочешь чемоданы? Здравствуйте. А скажите, у вас чемодан самый дешевый от и до? Да. Самый дешевый. Сколько стоит? 30 долларов. 30 долларов самый дешевый. Это вот наподобие такого, да? Маленький разный. А, маленький дешевле? Да. Большой? 30 долларов? Да. Спасибо. Здесь много осталось, большой чемодан распродать. Ага, я поняла. Распродажка. Так, все, спасибо большое. У меня чемодан рвется. Не мешало бы мне мой чемодан уже поменять. Ой, работают кондиционеры. Хорошо. Так, друзья, вы писали в комментариях, сколько стоит чемодан. На канале есть обзор. В Вайкики там чемоданы есть. И также вот по поселкам начинается от 30 долларов. Причем большой чемодан. Причем большой чемодан. Кафе-бар. Fish Steak House. А ну, сюда зайду, спрошу, сколько здесь стоит мохито. Друзья, ура, все-таки я нашла заведение там, где мне сделают вкусные мохито за 7 долларов. Вот, посмотрите, как здесь красиво, уютно. Я еще и посижу, выпью мохито в отель не хочется пока что. Вечерняя анимация с 10 будет. Так что я туда к 10 уже подойду в отель смотреть вечернюю анимацию. Сейчас еще спрошу, сколько стоит кальян. А можно вас на секундочку? А кальяны у вас есть? Есть. А кальян сколько стоит? Кальян 10 долларов. Кальян 10 долларов. Это в турецких лирах сколько? Сколько. Мне наконец-то, ура, принесли мой мохито. Мой любимый мохито. Вы посмотрите, какое чудо. Посмотрите на эту красоту. Ну, это, конечно, праздник какой-то, а не мохито, знаете. Вот действительно. Трубочек сколько и зонтики. И все, что только можно. Здесь есть и лайм. И этот... Ой, как лайма много. Мяты, кстати, немного, но тем не менее. Так, алкогольный я себе заказала мохито. И нужно его, пускай лед чуть-чуть потает, потому что очень много льда. Так, также я взяла меню. Действительно, заведение очень интересное. Мне включили сзади вентилятор. Просто атмосфера, конечно, релакс. Смотрите, значит, давайте посмотрим по ценам. Вот, допустим, я люблю пиццу Маргариту. Так, Маргарита пицца. 250 турецких лир. Значит, тут разная пицца есть. Кинг пицца. 300 турецких лир. Вот так. Гавайи пицца. 300 турецких лир. Так, что тут еще у нас такого интересного? В принципе, ставьте на стоп, кому интересно цены. Потому что все перечислять я их тоже не буду. Это очень долго. Так, салат. Вот, допустим, где мой омлет? 75 турецких лир. Завтрак 150 турецких лир. Омлет с сыром 100 турецких лир. Ну, вполне адекватная цена. Омлет с грибами 100 турецких лир. Так, грибной супчик 150. Так, значит, греческий салат 175. Салат с морепродуктов 350. Вот это вот самый дорогой. Цезарь мой любимый. 200 турецких лир. В Кемере я оплатила что-то вот плюс-минус так же. Что-то около 200 турецких лир. Так, мексиканские блюда, детское меню, блюда из курицы. Стейки. Баранья рулька 500 турецких лир. Стейк с луком 500 турецких лир. Стейк Диана 500 турецких лир. Стейк соусом Барнайс 500 турецких лир. В общем, стейки разные. Самый дорогой это стейк Шаттубриан на две персоны. Так, мексиканские блюда. Здесь у нас что? Ну, здесь уже пошел другой язык. Так, десертики. Так, вот капучино 50 турецких лир. Лата 60 турецких лир. Нескафе 40 турецких лир. Эспрессо 40 турецких лир. Так, Кока-Кола 50. Фанта 50. Айран 30 турецких лир. Даже Айран есть, друзья. Так, что тут еще у нас пиво? Так, Эфэс 95, Туборг 95, Бомонти 110, Корона 110 турецких лир. В общем, в принципе, есть все. А, и еще пару коктейлей давайте посмотрим. Секс на пляже 200 турецких лир. Мохито 225, да. Так, Космополитен 200. Ну, в общем, здесь очень много. Большой выбор коктейлей. Вот, плюс-минус здесь. Безалкогольные мокито 150 турецких лир. Плюс-минус они вот в одну цену все. Коктейли есть разные. Ой, как пахнет этот лайм. Все, наконец-то я дождалась свой кальян. Принесли кальянчик. Вкусный, но не такой, конечно, вкусный, как в башне Мока. Вот, но, тем не менее, тоже, тоже хорош. Ну, и здесь он, конечно же, дешевле. Еще вам чуть-чуть покажу обстановки. Очень больше людей стало в заведении. Друзья, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Вам спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Может, кто с вас отдыхал в этом заведении. Кернер, кафе-бар. Рассказывайте, что вам понравилось, не понравилось. Прогулялись мы с вами сегодня по пляжу. Посмотрели, какой же ужин. Прогулялись по селкам Чам-Юва. Посмотрели вечернюю атмосферу. Друзья, также напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. На этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.